Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по богодухновенной псалтире. И сегодня мы будем читать 136-й псалом, который в Септуагенте имеет надписание. А Давида Иремиию, такое же надписание и по-славянски, в еврейской редакции этого псалма этих надписаний нет. Это известный псалом, он начинается словами «На реках вавилонских, таму седехом и плахом, Внегда помянути нам Сиона». Откуда это надписание Иеремию? Считается, что пророк Божий Иеремия, он составил этот псалом, и так как он имел при себе книгу псалмов Давида, он просто прибавил этот псалом. Но написано «Давида Иеремию». Поэтому может быть другое объяснение, что в пророческом духе Давид написал этот псалом от лица своих потомков, которые окажутся в Вавилонском плену, и там будут плакать о святой земле. И пророк Иеремия нашел этот псалом и даровал его общине Израиля. Но есть и другие объяснения, что этот псалом изречен от лица левитов, псалмопевцев, изгнанных в Вавилон, в Вавилон по-еврейски Бавель, то есть у рек Бавеля, у рек Вавилона, там мы сидели одинокие, пустошенные и плакали, вспоминая твердыню Сиона, Циона, то есть крепости Давида. Действительно, мы вспоминаем крепость наших счастливых правителей древности, тогда, когда в нашем настоящем все неопределенно, все неустойчиво, все слишком подвижно и хаотично. И начало этого псалма, первый-второй стих, на реках Вавилонских, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе, на вербах среди его, то есть посреди Вавилона, мы повесили органы наши. Вот такая печальная очень картина. Псалом небольшой, здесь всего девять стихов, ну, такие трагические ноты. С еврейского это будет звучать так, у рек Бавеля, там мы сидели и плакали мы, вспоминая Цион, то есть Сион, на ивах среди него мы повесили наши лиры. Мы повесили органы, это и по-славянски, и с греческого. На самом деле под органом понимается с греческого, то слово, которое используется у греков, всякий музыкальный инструмент. По преимуществу духовой. По преимуществу духовой. Очень интересная деталь. Когда говорится о пророках, которые пророчествовали в Вавилоне, это и пророк Иезекииль, и пророк Даниил, там Бог является этим пророком при каких-то водоемах, близ каких-то рек. Почему? Потому что считается, что в принципе, вот так древние евреи понимали, пророчество может произноситься только на святой земле. Вот до того, как Бог не избрал святую землю, как бы везде дух пророческий действовал, а после того, как Бог избрал святую землю, только на святой земле. Но Иезекииль проповедует в изгнании. И Даниил проповедует в изгнании, но при каких-то реках. Об этом сообщается и в начале книги Иезекииля мы это видим, и в тексте книги Даниила. Это значит, находясь в изгнании, они совершали омовение, очищаясь от скверной вот этой вавилонской, бавельской, идолопоклоннической жизни. И здесь, на реках Вавилонских, там сидели мы и плакали, то есть совершали покаяние, когда вспоминали о Сионе. То есть они не позволяли себе вспоминать о святом городе Иерусалиме, о Сионе, о крепости Давида, не совершив омовения. Поэтому это для нас как бы наставление урок, что нормальная молитва она произносится после акта покаяния, акта очищения, или как минимум человек должен прочитать там молитву от осквернения. Есть такая молитва Василия Великого, которая, кстати, читается не только в том случае, когда у мужчины произошло истечение семени, или у женщины там менструация. Но тогда, когда мы общались с какими-то людьми, чужими, посторонними, и мы чувствуем какую-то нечистоту после этого. Потому что оскверниться можно и через слышание дурных слов. Поэтому никогда не разрешайте в вашем доме ругаться матом, потому что русский мат, он вообще тюркского происхождения. Это слова, которые выкрикивали монгулы, татаро-монголы, когда штурмовали наши крепости, то есть имена своих богов. Как мусульмане имеют воинственный клич, там, Аллаху Акбар, так и язычники монгулы, они выкрикивали имена своих богов. А в книге «Исход» сказано «И имен их не называйте», то есть чужих богов. А русские придали этим словам резко негативную такую смысловую окраску и стали использовать их как ругательство. Но эти имена, они обладают такой мантрической силой в том смысле, что они призывают тех бесов, которые скрываются за этими наименованиями. На вербах среди его, то есть среди Вавилона, но на реках вавилонских мы повесили органы наши. А почему повесили органы наши? То есть мы не можем прославлять Бога совершенным образом, находясь в каком-то порабощении, в какой-то зависимости. И это урок для нас, христиан, не начинать молитву, не начинать молитву, до ньи же не успокоятся все наши чувствования. Мы не можем зависеть от каких настроений, даже в собственных чувствованиях, пока они не улягутся, мы не начинаем молитву. И третий стих, «Ибо там пленившие нас спрашивали» в синодальном переводе требовали по-славянски более мягко «вопросиша» с греческого все-таки получается «спрашивали». «Ибо там пленившие нас спрашивали нас о словах песней и уведшие нас о пении, воспойте нам что-либо из песней сионских». Песни сионские, это песни, рожденные именно в Иерусалиме на горе Сион. А какой там поэт был, который творил эти песнопения? Конечно, царь Давид. Помяни Господи царя Давида и всю кротость его. То есть речь идет о богослужебных, употребительных в Иерусалимском храме песнопений, псалмов. И вот эти язычники, которые могли слышать, как евреи молятся, и очень красивые такие псалмы по своему звучанию, они подходили и говорили «спойте нам что-нибудь такое ваше плачевное». и псалмопевец вопрошает, как запоем песнь Господню на земле чужой. Действительно, как можно петь на земле чужой, как вот один поэт писал, мы живем под собою не чуя страны. То есть земля может как бы формально быть наша, наша Родина, но когда дух веры изгоняется с ее пределов, нам бывает горестно. Поэтому чужая земля это не обязательно на чужбине, не обязательно в изгнании, в эмиграции, но когда происходит осквернение наших земель. Но это и об изгнании. Как запоем песнь Господню на земле чужой и известные слова, которые знают многие-многие, особенно числа тех, которые посещали святой город Иерусалим в Эрц-Исраэль, в земле Израиля. «Если забуду тебя Иерусалим, да будет забыта десница моя». По-славянски «Аши забуду тебе Иерусалиме, забвенно будет десница моя». Десница это деятельная часть жизни человека. Человек как бы вносит приговор, такое заклятие. «Если я забуду Иерусалим, пусть вся моя деятельность она прекратится». «Прилипни язык мой гортани моей, если я не буду помнить тебя», то есть Иерусалим, «ес не поставлю Иерусалима как верх веселья моего». Афанасий Великий дает толкование «Память о тебе», то есть я не знаю как вы, братья и сестры, но вот когда мне становится грустно, я вспоминаю эти узкие улочки Иерусалима, по которым ходил, по милости Божией, несколько раз туда ездил, и это как бы оживляет, это оживляет и согревает душу радостью и весельем. «Прилипни язык мой гортани моей, если я не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима как верх веселья моего». Но Иерусалим это и образ церкви. В каком случае мы поставим церковь как верх веселья нашего, когда церковное единство народа Божия будет для нас слаще сотомед. Помните, как сказано, как приятно быть братьям вместе. это как элей на бороду орудия. Припомни, припомни, по златоусту, накажи, то есть строго напомни, накажи, Господи, сынам Идомским в день, то есть в определенный день Иерусалима. Что это за день? Имеется в виду день завоевания Иерусалима халдеями. Об этом говорится 4 царей, 25 глава с 1 по 20 стих. «Припомни, накажи, то есть выговори, Господи, сынам Идомским в день Иерусалима говорившим «Опустошайте, опустошайте до основания его». То есть, когда вавилоняне грабили Иерусалим, они кричали до них ассирийцы, опустошайте, опустошайте до основания его». По-славянски «истощайте, истощайте, то есть делайте пустым». И мы помним, как под видом помощи голодающим большевики изымали серебряные золотые предметы из православных храмов, потом все это, правда, шло не на помощь голодающим, а спекулятивным образом через типов наподобие Сороса, все это перепродавали за границу. И до основания грабили церковь, этот Иерусалим Божий. Церковь это и есть Иерусалим Небесный, потому что торжествующая небесная часть церкви и называется Новым Иерусалимом. Дочь Вавилона окаянная с греческого это не просто окаянная, это бедная, жалкая, несчастная по Феодориту Кирскому и Златоусту, потому что будет разграблена. Кстати, это благо для грабителя быть ограбленным. В Писании сказано, горе грабители, если он не был ограблен. Тогда ему придется на том свете отвечать. Дочь Вавилона окаянная, блажен, кто сделает тебе воздаяние за то, что сделала ты нам. по Афанасию Великому это означает блажен, кто отведет тебя в плен, когда произойдет пленение Вавилона. Но Вавилон это образ и последнего царства Антихриста. Поэтому все, что связано с Вавилоном, это не только исторический Вавилон, а Сиро Вавилон, это и последняя империя. Она будет также враждебно опустошать церкви, позоре церкви, всячески утесняя народ Божий. И последний стих этого псалма это очень сложный стих, который нельзя толковать буквально. Его толкуют аллегорически. «Блажен кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Если это буквально толковать, то это призыв к детеубийству. Но о чем это? «Блажен кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». «Если грех находится в младенческом мыслимом состоянии, ему не надо позволять вырасти в поступок. Если дух Вавилона, тщери Вавилоны, а тщери Вавилоны это ложная религиозная система, вот этот дух проникает в тебя какими-то вольными мыслями, какими-то полу еретическими настроениями, не дай вырасти в некое крайнее заблуждение этому веянию, заблуждение. Сокруши о камень, а камень это Христос. Вера в Иисус Христа помогает нам справляться с дурными греховными позывами, когда они только в мыслимом молодежеском состоянии и с дурными еретическими ветрами, которые веют на нас с разных сторон, чтобы нам не принимать ложных измов, ложных идей в свое сердце. Только при таком прочтении мы находим применение, христианское применение для этого призыва блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень. и разобьет и разобьет и разобьет младенцев и разобьет Продолжение следует...